В то время как западный мир вводит экономические санкции на Россию, эксперты все чаще говорят о совместном экономическом будущем России и Китая. Страны-соседи, отношения налажены давно, и если учесть, что Китай и так поставляет нам товары и технику, дело за малым, но не все так просто. На какой стадии российско-китайские экономические отношения, что нужно учитывать нашим предпринимателям, об этом нам расскажет Артем Жданов, директор по развитию диджитал-маркетингового агентства Outlandish Group, главный редактор издания Китая ЭКД. Артем, здравствуйте. Вы знакомы с Китаем со студенчества, с Китаем в плане построения бизнеса немножечко позже. Китайцы, что это за люди, чем они от нас отличаются? Первое, что я бы сказал, китайцы разные. Это вот такая характеристика. Я понимаю, что все люди разные, но именно китайцы как ментально, они разные. То есть для нас вот просто китайцы. Но их как минимум 56 национальностей, то есть тех, кого мы привыкли называть китайцами, это хайнсы. Их 92%. Еще 8%, то есть это сотни миллионов людей, а это другие национальности. То есть есть у игура, кстати, русская национальность. Это те русские, которые выглядят часто действительно как европейцы, но говорят только на китайском и не понимают ничего. Но более того, даже хайнсы, титульная нация, которая 92%, северные есть китайцы и южные. Они даже внешне отличаются. То есть с одной стороны это одна национальность, но с другой стороны северяне рослые, они даже физически по-другому сложены. А южане более такого вьетнамского, так скажем, плана азиатского человека. И это накладывает тоже ментальные какие-то особенности. С северяне русским легче вести бизнес, легче общаться, потому что северяне прямые, более нашего, скажем, менталитета. А то, что классические китайцы, когда говорят, то, что те, которые увиливают от ответа, никогда не дождешься от них. Нет, надо понимать интуитивно, что вот сейчас нет. Если китайцы не хочут с вами работать, он прямо так не скажет, скорее всего. Это будут всякие намеки, всякие уловочки, чтобы ты просто сам ушел и сам понял. Но это вот ближе к югу и к центру Китая. Но, в общем, я бы очень сложно под одну гребенку всех китайцев обвинить, потому что действительно даже сами китайцы, много шуток. Там шанхайцы одни, южане другие, в Чунцине вообще другие китайцы. У каждого есть свои особенности региона культурные. Ну вот сейчас эксперты активно говорят о совместном плотном сотрудничестве в плане экономики России и Китая. Но при этом с прошлого года уже отмечается рост денежного оборота между нашими странами. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли куда расти? Станем мы еще более теснее общаться? Ну, расти точно есть куда. И в текущей политической ситуации тем более. Ну, у нас уже произошел разворот так называемый на восток. Но вот сейчас я даже с вами опоздал на звонок, потому что все теперь помешались на Китае. Только Китай. И покупать в Китае, и продавать в Китае обращаются не только по товарам, а, допустим, китайские сериалы, китайское телевидение интересует наши. Да, действительно, мне обращаются крупные федеральные телеканалы, которые закупают там различный контент, в том числе, допустим, китайские сериалы. По музыке многие спрашивают. Ну, естественно, как выйти с продуктами, со своими брендами на китайский рынок. То есть, в принципе, сейчас, естественно, будет большое сближение с Китаем. Другой вопрос, насколько китайский бизнес пойдет в Россию, он все-таки аккуратничает. Он и раньше не приходил. То есть частного бизнеса большого не было в России никогда, потому что китайцы опасаются все-таки работать с Россией, так же, как наши опасаются работать с китайцами. То есть, они говорят, русских сложно понять, у них там своя система, им легче даже работать с Западом. Для Китая Россия даже не в топ-10 главных торговых партнеров. Как бы ни говорили, вот большие цифры редко дают сравнение. То есть, у США оборот с Китаем 17% торговый оборот для Китая, с Евросоюзом более 20%. У России для китайского всего оборота там 2 с лишним процента, 2,3, что-то такое. Ну, то есть, это вообще маленькая, к сожалению, цифра. Плюс, ну, Запад давно уже работает с Китаем. Как только Китай открылся миру лет 40 назад, да, Запад сюда первый пришел. То есть, все заводы, фабрики и так далее, технологии, это во многом из-за того, что западные инвестиции сюда пришли. Просто уже исторически бренды здесь западные присутствуют намного дольше. Те же российские продукты сейчас приходят, все говорят, как все любят российские продукты. Ну, я бы не сказал, что любят. Они не понимают еще, что такое российские продукты. Есть общее понимание, должно быть, наверное, вкусно и дешево. Вот еще, то есть, а так, чтобы бренд выстроился, чтобы наши бренды могли продавать по конкурентным ценам, а не с западными, пока нет. А западные бренды здесь уже давно на рынке. И то же самое с закупками, с производством и так далее. Поэтому, плюс, многие сами китайцы и менеджеры, они говорят на английском, естественно, в первую очередь, а не на русском, если мы говорим о втором языке. Многие учились за границей, это в первую очередь, конечно, страны. Это США, это Европейский Союз, это Австралия. Поэтому, естественно, связей с западным миром у китайцев намного больше. То есть, мы для них тоже такой специфический партнер? На самом деле, очень хорошее сравнение. То есть, в общем, для нас это всегда Китай. Вот он был рядом, сосед, и потом все понимали, что вторая экономика мира. Но никто в итоге туда не пошел. То есть, географически мы близко, но ментально мы так далеко были от них, хотя я не считаю так. Мне кажется, у россиян с китайцами очень много общего. Мы такие, выглядим как европейцы, но половину азиаты. Действительно, если выучить язык и больше общаться с китайцами, я здесь 10 лет живу, я все больше удивляюсь, как все-таки во многом нам проще работать. Просто надо захотеть. Потому что у европейцев с китайцами разрыв чисто ментальный, он все-таки больше, чем у русских, у китайцев, я так скажу. Но другой вопрос, что было бы желание разбираться друг с другом. С западными партнерами у них было давно. С Россией, к сожалению, недавно только появляться начало. Если порассуждать о том, какие товарные цепочки сейчас могут появиться или развиться, причем взаимовыгодное сотрудничество, что они нам могут дать и мы, вот что вы можете сказать? Вы знаете и ту, и эту стороны. Ну, китайцы, естественно, то, что они уже давали миру, они могут дать все. На самом деле, и не только как фабрика мира, они от этого давно уже отошли и отходят постепенно. Многим вредные производства, дешевые производства уже невыгодно делать в Китае. Сам Китай их выносит в другие юго-восточные страны, допустим, в Среднюю Азию. И здесь это технологии, в первую очередь, на том же Западе, но Китай лидер в сфере AI в мире. Он сам себя прогласил, все стартапы топовые по искусственному интеллекту, это Китай, естественно, сферы дронов, допустим, это компания DJI китайская. У них есть свои приложения на все, у них есть свои аналоги. То есть здесь давно уже все заблокировано, не работает, из западного. Но все они живут отлично, и более того, тот же китайский e-commerce, он, опять же, локомотив всего мира. То, что здесь есть, всякие новинки, те же продажи в лайвстримах, они на Западе только сейчас начинаются. А здесь уже около пяти лет эта сфера существует. Ну, то есть китайский интернет, это тоже в том числе то, что может Россия подчеркнуть у Китая технологии. А что Россия может дать? Ну, я бы сказал, да, продукт различный, под экологически чистой маркой. Это должно заходить сюда, конечно. Китайцы не обеспечивают себя, естественно, полностью продовольствием, поэтому здесь, конечно, есть еще куда расти. Плюс средний класс китайцев растет. Они готовы переплачивать за импортные продукты, за более качественные продукты. Другой вопрос, как россиянам упаковать и донести до китайцев, что российское сырье – это не сырье, а есть бренды. И они стоят недешево. И что мы достойно конкурировали с западными здесь странами. Вот хотелось бы это. Да, но к этому долго еще придется идти, наверное, нашим брендам, потому что не все понимают, что нужно инвестировать в Китай. То есть здесь не стоят толпы, здесь не так завозится контейнер с медом, и все китайцы стоят и в очередь выстраиваются за медом. Весь мир продает здесь Китай мед. От Таиланда до Австралии, к примеру. Просто с Алтая очень много как раз часто запросов мед и так далее. Ну, здесь очень много меда, во-первых. Во-вторых, китайцы не едят так много меда. Значит, чтобы продавать ваш мед, нужно выйти с брендом, нужно инвестировать в маркетинг, в рекламу и так далее. Китайская упаковка на уровень выше российской упаковки. Ну, то есть если зайти в магазин, посмотри, местные бренды как упакованы, как наши упакованы, китайские бренды упакованы круче. Ну, вот в общем, дизайнерские ходы, насколько она яркая, насколько удобная и так далее. Ну, то есть с чего начинается продажа товаров? Конечно, с упаковки. Да, и не говоря уже о том, что вам полностью нужно будет менять свое позиционирование для китайского рынка возможных. А каких еще факторах стоит знать российским предпринимателям, если они сейчас рассматривают Китай как рынок? В плане там ведения переговоров, подписания контрактов? Я бы сказал, здесь надо быть, то есть не получится сидеть в России, отправлять контейнеры и считать деньги, получать и все. Или там отдать эксклюзив какому-нибудь китайцу, который просто опустит цену, порушит все ценности вашего бренда и все. И в следующий раз, когда вы придете с другим, второго раза, возможно, не будет, если он ваш бренд уже уронит, к примеру. Поэтому здесь, конечно, надо быть аккуратным. И здесь я бы все-таки посоветовал искать российских партнеров или иностранных партнеров, которые понимают и ту, и эту сторону. Но с китайцами все решается лично. Если в России часто, пока, грубо говоря, в баню не сходишь, иногда контракт не подпишешь. Но в Китае здесь, ну то есть у нас есть такая черта, на Западе все намного быстрее. Онлайн можно договор подписать, и все, полетели через две недели. У России все-таки подольше срок подписания, общения, все-таки выбирают партнеры часто не только по бизнесу, чисто как должен быть взаимный интерес, чисто человеческий. В Китае вот как раз это доведено до предела. Здесь пока вы не узнаете друг друга как человека, не будет никакого бизнеса. То есть это надо ходить, чаи пить, ходить на бесконечное число ужинов, пить китайскую водку, рассказывать друг другу о своих детях и так далее. То есть подружиться. То есть он смотрит, он китайский партнер, надолго, естественно, смотрит кто ты как человек. И потом уже смотрит все остальное. Ну и опять же потом, когда начинается, вроде даже вы подружились, вся работа контролировать надо на каждом этапе. Это не то, что китайцы плохо что-то будут делать, но они будут использовать любую возможность, чтобы если можно не сделать, или сделать попроще, или что-то не исправлять, они не будут этого делать. Еще один актуальный вопрос. Вот вы недавно давали комментарий РБК о том, что китайские бизнесы, банки не готовы работать с Россией за санкции. Они воспринимают только доллар как валюту, даже не юань? Нет, юань работает. Есть платежи в юанях. Они были уже. Это сейчас заговорили. Переходим на юань. Они уже давно были. Многие банки работали с юанем. То есть можно было из России купить юань в России и отправлять китайским поставщикам сразу юань. Другой вопрос, что еще в 2014 году, допустим, у меня как обладателя паспорта Российской Федерации, и я владелец компании «Гражданин России», китайской, я иду в банк, и во многих банках мне уже тогда отказывали из-за санкций. То есть давали список и говорят, ваша страна в списке стран с высоким риском. А там страны Северная Корея, Афганистан и африканские. Потому что у них нет времени и интереса перепроверять мои связи. А вдруг моя компания работает с санкционным списком в России? И если вдруг каким-то образом цепочка сложится, то им будет штраф от американского банка корреспондента в любом случае или еще что хуже. То есть это по свифту. С юанями проще, они ходят вроде как, но тем не менее из России сами поставщики и бизнесмены сейчас опасаются брать. То есть банки, может быть, и не против принять. Но поставщики, многие китайские, говорят, так, из России не отправлять мне пока ничего. Потому что непонятно сейчас, как будет реагировать Запад, а мы опять возвращаемся к обороту. У большинства фабрик все-таки бизнес диверсифицирован, они не держатся явно на России. Опять же, возвращаемся к процентам. Поэтому они, естественно, боятся, что западные партнеры, вот сейчас вот эта культура канцелинга всего, получается, что если западный партнер узнает, что он России оставляет что-то, пусть не связанное с санкциями, ну, они могут просто отказаться размещать там заказ. Поэтому сейчас вот такое выждание смотрят. Есть, которые работают, естественно. Ну, плюс схемы сейчас появляются такие, что вот даже наша компания помогает провести платеж и купить на себя. То есть китайцы готовы получить от китайской компании, которой учредитель русский, это не вопрос. И они просто боятся денег напрямую из России к ним заходящих. Ну, вот мы их принимаем, оплачиваем китайцы и делаем от себя реэкспорт в Россию. Вот такая сейчас последняя неделя, понеделье стали актуальны такие услуги. Ну, спасибо вам большое, что нашли время. Спасибо большое, Артем. О будущем России и Китая в экономическом плане говорили с Артемом Ждановым, директором по развитию диджитал-маркетингового агентства Outlandish Group, главным редактором издания Китая ЭКД. Следуйте советам и не бойтесь расширяться. До встречи в эфире. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова